Впервые кузнечный фестиваль состоялся в 2011 году в Исте Старожиловского района. Село в Петровские времена славилось железоделательным заводом, от которого к настоящему времени остались лишь руины доменной печи. В нынешнем году действие развернулось перед цирком. Есть среди участников уже постоянные и те, кто впервые на Рязанском фестивале. Я давно хотел сюда уже приехать и быть приглашенным. Мы же издалека 1600 километров. Ну и вот, посчастливилось, нас пригласили. Мы приглашаем к нам в город. Управляться с огнем и железом эти мастера умеют играючи. Потому и считали в древности кузнецов не простыми людьми, а ведающими секреты миров потусторонних. В современном мире их секреты немного приоткрытые. Это любовь к труду, полет фантазии и готовность работать. Такие, как мы, показываем, вот таким, как вот эта девочка, да, то есть технику старых мастеров, какая-то прошивка, пробивка, отрубление, то есть и они получаются, все это постепенно, вот у нее, может быть, через 20 лет она тоже станет кузнецом. Вот у нас в Перми есть девушка Ольга Стэнна-Кузнец. Не обязательно иметь физическую силу, чтобы, ну, стать кузнецом. Немного всего творчества, художественного воображения. Подтверждение тому и семейная мастерская из Воронежа в четвертый раз на фестивале. Это дело, можно сказать, не средневековое, это дело вечное. И кузнечное ремесло, оно никогда не умрет и всегда будет находить своих любителей. Потому что есть такая поговорка, кузнец всем ремеслам отец. Но если это отец, значит его всегда помнят и знают. Так что, я думаю, кузнечное ремесло никогда никуда не уходило. Это такая болезнь кузнечная, называйте, у любого кузнеца спросите, он вам ответит. Такая называется кузнечная болезнь. Увидел горящую железку в горне, как она горит, как она нагревается, как работает мастер. И это где-то запало туда искоркой в душу. Причем это у всех, можете знать. Так что, если вы у нас сегодня побудете здесь на фестивале, может и вам даже удастся стать кузнецом. Заразитесь от нас. Ремесло кузнеца – это ремесло художника. Чтобы создавать шедевры и собственный стиль, нужно дать полет фантазии. И много лет провести за практикой. Ведь воплотить идею в форму – это большой труд. Он купил 32 розы живые, а 33-ю положил в середину кованую. Покрасил ее в тот же цвет и ничего ей не сказал. И вот такой букет большой, 33 розы, несет ей, дарит и говорит со словами. Я буду любить тебя вечно, пока не зарянет последняя роза. И она только спустя неделю поняла, что он ей хотел сказать. То есть все цветы-то умерли, букет, а живая эта роза осталась железная. То есть его любовь к ней вечно. Вот такая история среди кузнецов есть. Реальная история? Реальная? Да. И я ее пробовал. Научиться художественной ковке профессионально можно в двух городах страны – Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге. Но в каждой кузнице каждого города мечтающие приручать железо могут учиться у действующих кузнецов. Тем секретом, которыми владели представители ремесла и 100, и 200, и 300 лет назад. И которыми пользуются по сей день. Технология все та же, что в древности. И все та же ценность ручного труда и искусства.